Советую вам, друзья, посетить канал 619-го. Парнишка пилит веселое прохождение игр, а также играет со своими подписчиками в Dota 2 Casgo, а в конце за игру дарит им шмотки. В общем, всем советую. Контент качественный, а парень старается. Все бегом подписывайтесь. А также напоминаю, что 22 февраля, то есть следующий понедельник, я буду на комикс-фесте, где мне выделили отдельную комнату, там мы поговорим с вами о мультиках, о комиксах и о многом интересном. Приходите в 17.15, всех буду ждать. Подробности в описании. Да, как и всегда, я продолжаю восхищаться работами студии дядюшки Уолта. По мне, так, студия Диснея вообще уникальное явление. Начиная с 20-го века, она умудрялась делать шедевры на ровном месте. При этом не боялась экспериментов, не боялась объять необъятные. Шли годы, и вот с экспериментами уже не то, чтобы завязано. Но они не такие радикальные. Да, мать ваша, они уже скатились тогда. Так что не надо плакаться, что сейчас уже не то, что раньше. Однако совместные работы со студией Pixar еще никого не разочаровывали. Где же предаваться снам, как не в Париже? Анимационный фильм Лилой Стич стал 42-м полнометражным мультфильмом, выпущенным студией Уолта Диснея. Мультфильм вышел на экраны в 2002 году и сразу завоевал любовь и уважение зрителей по всему миру. Начнем с сюжета. Хотя я в этом особо смысла не вижу, так как уверен, что пройти мимо этого мультфильма никто не мог. Однако, я думаю, вскользь рассказать о нем нужно. Чувак, ты специально тянешь время, чтобы сделать длинный ролик и побольше заработать? Завали пидор, блять. Так, качем это я? А, Джамбо Джукиба самый злой гений во всей галактике. Его разыскивают спецслужбы по обвинению в проведении незаконных генетических экспериментов. В качестве доказательства вины Джамбо есть один из его экспериментов. Супер ужасный и злобный элемент под номером 626. Именно этого элемента отправили на Стройде в межгалактическую тюрьму. Но не все так просто. Этому элементу удается сбежать и не куда-нибудь, а на матушку Землю. Элемент слишком опасный и агрессивный. Для того, чтобы его остановить в Совет Галактической Федерации, решает отправить на Землю самого создателя элемента 626. Которого, кстати, изначально хотели назвать элементом 666. Такая небольшая отсылочка на число дьявола. А ведь кто-то поэтому даже ролики делал. Я, я ни на кого не намекаю. Невероятно милая и добрая история пришельца, который попал на Землю под видом домашнего питомца. Я маленькой девочки, которая заставляет его забыть о злости. Ахана значит семья. А в семье никого и никогда не бросят. Бывают такие ситуации, когда созданы фантазии киноделов или мультипликаторов, образ становится куда популярнее произведение, которое его порождает. Истич однозначно такой пример. Анимация здесь приятная и для глаз, и для души. Она немного отличается от классической анимации 80-х и 90-х. Это некое возвращение к 40-м годам. Благодаря мягкости красок и отсутствии резких углов, все герои природы оставляют о себе самые приятные впечатления. А музыка здесь это, конечно, отдельная тема. Элвис Пресли и оркестр под управлением Алана Сильвестри задают атмосферу на протяжении всего фильма. Такая смесь двух композиторов вряд ли кого-то оставит равнодушным. Кстати, такое чисто вкуса были оценены по достоинству кинокритиками. В 2002 году мультфильм Лилу Истич был номинирован на премию Оскар. Однако премия в том году досталась другому мультфильму. Видимо, жюри захотели услышать больше песен Пресли, и отсутствие награды стало стимволом для развития. И вот двумя годами позже мультфильм получил премию за лучшее звуковое редактирование в телевизионной мультипликации. Еще через год за выдающийся успех в музыкальном направлении составе. Лилу Истич получил премию Эмми в 2005-м. То, что недооценили жюри Оскара, по праву отметили жюри других престижных премий. Радует фильм великолепной атмосферой из настоящего праздника легкости, юмора, доброты, позитива и света. Фильм идеально смотрится для зрителя всех возрастов. И лично я, пересмотрев данный фильм буквально сейчас, испытал то же огромное удовольствие, которое я испытывал будущее ребенком. И попытался в очередной раз, как старая кассета, зародить вас ностальгии. Но, к слову, лучше комментарий за последний ролик. Всем пока. По первым задумкам, Стич не должен был говорить в мультфильме. Но в итоге создатели мультфильма поняли, что вся история зависит от способности Стича выражать свои мысли. Герои решили озвучить. Это сделал режиссер картины Крис Сандерс. Здравствуй. После тестовых показов мультфильма, многие зрители решили, что Нани — это мать Лила. Поэтому создателям мультфильма пришлось добавить несколько новых сцен, которые помогли разъяснить этот момент. Лила и Стич читал первой анимационной картины студии Диснея после выхода мультика «Дамбо», в которой использовались фоны, открашенные акварелью. Те о карьере Джейсон Скотт Ли, которые озвучивали Нани и Дэвида, помогли сценаристам переписать диалоги всех персонажей с использованием гавайских разговорных выражений. Ну а на этом, я думаю, все. С вами был Ваш Скалета. Давайте наберем 2000 лайков, и тем самым вы ускорите выход следующей части этого формата. То есть, напоминаю про Антлантиду. Заглядывайте в группу, заходите на лайв-канал. Всем пока!